Здравствуйте! Движение это жизнь и сегодня у меня первый опыт передвижения на бэккантрийных лыжах. Посмотрите какие они красивые! Это Fischer Traverse 78, то есть ширина носка передней части лыжи составляет 78 миллиметров. До этого я гонял только на армейских лыжах, посмотрим есть ли разница. Могу сказать совершенно точно, разница есть. Что очень бросается в глаза и чувствуется ногами, это то как работает насечка. Длина моих лыж составляет 199 сантиметров, мой вес составляет где-то в разное время по-разному от 92 до 100 килограмм. О, интересно, тут завалило елочку, можно забрать макушку к Новому году домой. Да, хорошая макушка такая. Кто-то наверху грыз шишки. Там. Противопожарный щит, тут даже есть огнетушитель и плакат «Берегите лес от огня». Баккантрийные лыжи отличаются от беговых тем, что они покрепче и пошире. Стоит лес и почему-то елки посохли. И посмотрите, как едут лыжи. Кажется, я не первый иду по этому месту. Вот тут, наверное, волк бежал в сторону Леруа Мерлена. Очень нравится то, что на лыжах, вот, бываешь в тех местах, где не побываешь без лыж. Потому что весной и летом, например, начинаются заросли борщевика и вообще заросли. А зимой тут вполне можно пройти. Тут все в борщевике. Решил выпить немного чая из своего термоса. Передвигаюсь по полю и просто вот нарадоваться не могу, как скользят лыжи. И не только как скользят, а как ими толкаются. Похоже, нарадовался. Мне сейчас ехать вон туда, на ту просеку ЛЭП. Я уже иду по просеке ЛЭП. Тут кто-то, видимо, пересекал дорогу. Не знаю, на мотоблоке, может, или на квадроцикле. Я в крепости лыж особо не ориентируюсь. Не знаю, что на них можно делать, а что нет. Но вот тут мой вес на них приходится. Прогибаются, но держатся пока-то. А вот сейчас перед вами находится небольшая канавка. И, соответственно, небольшая горка вниз и вверх. Хочу попробовать спуститься и забраться. Выдержат ли насечки. И вот как в такой ситуации встать. Субтитры подогнал «Симон» До определенной степени насечки держат. Если не получается, то, ну, а-ля коньком подняться или просто боком. Ну, или взять угол поменьше и подняться, типа, траверсом. Тут вижу, что внизу вода течет. И теперь поднимаюсь. Но не под прямым углом к склону, а под таким. Я добрался до Нарафа-Минской лыжной трассы. Тут можно ходить коньком, а можно классикой. Вот я встал в классическую лыжню, которая протоптана тут людьми. И, в принципе, лыжи нормально помещаются. Я пришел к знаковому месту. Видите, коричневая река и огромный борщевик. Вот летом, я помню, был тут, он совершенно невероятных размеров. А вот эта коричневая река, это на самом деле отстойник. Тут, в общем, пахнет сейчас сильно нечистотами. И благодаря этому создаются плодородные условия для произрастания различных видов флоры. Помещаются-то лыжи в лыжню, помещаются. Но почему-то больше удовольствия у меня, когда идешь вот по снегу. По снегу, по такому, идти гораздо приятнее, чем по утрамбованному. То есть по полю, по лесу, мне гораздо комфортнее передвигаться, чем по лыжной трассе. Я вышел обратно на просеку. Максимальный уровень удовольствия у меня, когда я еду по нетронутому снегу. Это прямо потрясающе. Подытожу. Лыжи Traverse 78 едут вообще замечательно. Хотя сравнивать мне особо не с чем. За помощь в выборе, благодаря Нимаугле, проконсультировал меня о том, какие стоит рассматривать, какие не стоит рассматривать. И вот под мой вес, вот это, наверное, такой весьма хороший вариант. Ссылку оставлю в описании. Человек ходит вокруг Тарусы, показывает разных зверей, кабанов, оленей. Еще один шведский турист рекомендовал взять Фишер тоже, но лыжи Краун. Они 60-миллиметровые. И если бы я весил поменьше, наверное, это был бы такой хороший вариант. Чуть позже сниму видос про свой такой бэккантринный комплектик. Ботинки, палки, ну и лыжи с креплениями. Спасибо вам, что посмотрели это видео. И всего вам хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok